Увидеть настоящую пиранью, посмотреть в глаза крокодилу и чуть ли не дотронуться до акуль его плавника. Раньше о таком ребята могли только мечтать. Прежде их знакомство с подводным миром ограничивалось лишь редкими переключениями между популярными телеканалами о природе, книгами и местной флорой. Эту акулу кормят наши водолазы прямо с руки. Остроение зубов не позволяет причинить какого-то дискомфорта нашим водолазам. Учеников школ Бердюжского, Исецкого и Викуловских районов Тюменской области возможность посетить Коголымский океанариум и не только, появилась благодаря реализации уникального межрегионального проекта. Инициативу принадлежит секретарю Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» первому заместителю председателя Тюменской областной думы Андрею Артюхову. Идею о детском туризме поддержали на Совете законодателей трех регионов еще в апреле. Сейчас пришло время его реализации. Более 800 детей из Югры, Ямала и Тюмени посетили соседние регионы. И если вначале дети думали, что история родного края не такая богатая, не такая интересная, то когда мы их уже опросили после того, когда они приехали, они были в восторге. Конкретно в этой группе 44 человека. За камерой ребята признались, что в самом начале довольно холодно отнеслись к поездке, но на Егорской земле их сердца оттаяли. Мне больше всего понравился туннель. Очень много эмоций, ощущений. И своим друзьям, и родственникам я бы обязательно посоветовала сюда сходить. Я была в других океанариумах, но здесь мне больше всего нравится. Вообще у ребят очень насыщенная программа. Кроме культурной столицы Югры, они побывали в Тобольске, там их познакомили с памятниками архитектуры. На Ямале будет остановка в Пуруском районе. Ребята в приятном ожидании, потому что уже поняли, Западный Сибирь может по-настоящему удивить. Все дети в шоке от океанариума, потому что океанариум в Когалыме является океанариумом мирового уровня. И дети просто настолько счастливы. Денис Хисматуль, Николай Сапожников. Специально для новостей.